всем привет друзья мои сегодня у нас новый рецепт и сегодня мы замахнемся на святое варить мы будем борщ борщ классический что для этого нам нужно самое главное это хорошее мясо у меня здесь говядина называется на short ribs мы ее сразу кладем в кастрюлю включаем огонь творится мясо будет приблизительно час мы пока подготовим остальные ингредиенты и так у нас две луковицы 3 картошки 1 острый перец баночка томатного соуса 5 маленьких буречков 1 лимон 1 головка чеснока маленькая капуста уже порезанная нашинкованная морковка лень не шинковать начнем мы с лука лук мы режем полукольцами тут на одном из форумов я спросил решил приколоться как правильно резать лук полукольцами или кубиками для борща 1 5 меня послали 1 10 не сказали откуда у меня растут руки раз 20 мне сказали чей кры и кто изобрел борщ но как резать лук полукольцами или кубиками меня никто не сказал поэтому опять же если вы не делаю самый простой классический рецепт борща я сам варю борщ разными методами иногда кладу туда фасоль иногда другие разные ингредиенты даже свеклу борща я иногда запекаю не принципиально сегодня у нас классический и самый простой рецепт и так лук я режу полукольцами и мы будем его сейчас пассеровать вместе с морковкой подсолнечное масло закидываем лук две маленькие луковицы теперь немножко шередок морковки куда же мы положим приблизительно не знаю большая жменька вот где-то так больше не надо все я буду периодически включаться выключаться показывать процесс увидимся через какое-то время и так еще одно включение я немного переставил маленький огонь лук с морковкой пассируется мы пока подготовим остальные ингредиенты начинаем тереть бурячок или свеклу кому как удобно все свеклу мы натерли хватило даже 4 4 штучек так перекладываем это в мисочку это пока не понадобится хотя смотрите лайфхак медленно немножечко шинкуем мы сейчас вот эти обрезочки будем использовать для сока для цвета я положу вот это сюда в мисочку чуть-чуть присолю и налью немножко водички отставлю пока сторонку покажу что потом мы с этим будем делать так помешаем нашу пассировочку еще минуты будет готова все тоже самое делаем с капустой у меня такая маленькая органическая где-то я нашел капуста мы мелко крошу капустка тоже готова и перекладываем ее в мисочку откладываем пассировочка готова я пока огонь выключу и переложу ее тоже в отдельную миску сделаем небольшую паузу так вода у нас закипела мы делаем огонечек поменьше снимаем шамовочку пенку она нам не нужна кстати не так много все продолжаем вариться итак друзья мои суп у нас кипит уже где-то час-полтора продолжаем процесс дальше теперь мы будем тушить гуречок слэш свеклу в сковородку кладем нашу свеклу а мясо мы вынем мы сейчас его остудим снимем с косточки и мелко порежем и мелко порежем так пусть пока остывает пока гуречок тушится еще добавим еще добавим немножко масла и половник бульона так так дальше мы откроем томатный соус и отправляем его туда же гуречку все сделаем перерыв окей продолжаем дальше гуречок у нас тушится что мы делаем что мы делаем дальше мы берем половиночку лимона пройдем наше аксессорис и выдавливаем этот лимон в тушащийся зажаренный зажаривающийся буречок свеклу я все время мешаю буряк или свекла для меня это то же самое для всех это то же самое то как привык на Украине это называется буряк в России это называется свекла дальше у меня здесь 5 зубчиков чеснока мы их вот так ножичком подавили не сильно шинкуем и отправляем в сковородку перемешали дальше далее чуть-чуть соли борщ мы потом еще раз посолим и попробуем на спайсы положим перчика так чуть-чуть сахара так как я положил лимон кисленький мандал не может просто щепотка сахара где-то так дальше лук с морковкой зажарка кладем бульончик капуста кладем в бульончик режем картошечку на кубики кубики устри персик целиком, отправляем, мешаем. Мясо снимаем с кости, косточки пойдут собачкам. Так, я вот так в половник и в кастрюлю. В половничек и в кастрюлю. Помешали. В сковородке огонь делаем поменьше и тушим еще минут 10-15. Я сейчас накрою крышечкой на маленьком огне потушу еще бурючок 10-15 минут. Увидимся. Окей, продолжаем. Итак, бурючок у нас тушится 15-20 минут. Вот мы его выключаем. Так, у меня здесь три лаврушечки, три листика лаврового листа в суп. И кладем зажарку тоже в суп. Очень важный момент, взяли немножко бульончика и в сковородочку. Все, что у нас там было, ушло обратно. Цуп. Помешали. 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 Так, помните, я оставлял немножко бурючка для цвета. Вот теперь вот эту жидкость я ее так отжал и мы ее выливаем в суп. Ой, как горно пахнет. Так, поперчу. Пасолю. Закрываем крышкой еще на 15 минут на маленьком огне. Ну что ж, друзья мои. Настала финальная стадия нашего супчика. Я тут мелко помельчил кинзу, укропчик и два зубчика чеснока. Кинули. Помешали. Упс. Хлопильчик нам больше не нужен. Перчик я его достал. Ой, а запах. Надо потерпеть. Так, я попробовал на соль. Немножко маловато соли я уже попробовал. Я еще добавлю соли. Вот где-то такие маленькие секундочки. И чуть-чуть паприки. Все. Поехали. Еще раз. Помешали. Помешали. Закрыли. Собаки, не гавкайте. Закрыли крышкой. выключили суп и ждем 15 минут вернемся через 15 минут собаки шарап как обычно настал момент истины давайте попробуем наш борщ борщ нормальные люди кушают с водкой я не буду исключением сейчас у кого-то потекут слюнки черный хлебушек сальца чесночек традиционно за жизнь за любовь чтоб все у вас было хорошо будьте здоровы обалдеть многие заметили а я борщ кушают без сметаны это у меня такая шиза принципе большинство людей любят со сметаной я любые супы кушают без сметаны я считаю что сметана убивает вкус но это опять же моя шиза черный хлебушек вот у меня здесь чесночек моего сольцу из сала что может быть лучше ничего поэтому как обычно ставьте лайки записывайте рецепт подписывайтесь на мой канал и я увижусь с вами очень скоро всем пока